Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня в честь Масленицы сразу 5 рецептов разных блинов. На простой воде, на минералке, на молоке, на кефире и на сыворотке. Каждый сможет выбрать на свой вкус. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Первый рецепт постные блинчики на обычной питьевой воде. Вам не понадобится ни кефир, ни молоко, ни яйца. В миску всыпаем просеянную муку, соль, сахар. Перемешиваем. И постепенно вливаем воду. Размешиваем до однородного состояния, чтобы не было комочков. Под конец вливаем 3 столовых ложки подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Нагреваем сковороду. Смазываем ее подсолнечным маслом. Наливаем порцию теста и распределяем по всей плоскости сковороды. Выпекаем пару минут с одной стороны. Переворачиваем и жарим еще несколько минут. Так поступаем, пока не закончится все тесто. Вот и все. Вкуснейшие постные блинчики на воде без яиц и молока готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Второй рецепт. Ажурные блинчики на минеральной воде. Это самый простой рецепт к блину, который только может быть. В глубокую миску просеиваем муку. Добавляем к ней соду, соль, сахар и хорошо перемешиваем. Затем вскрываем бутылку с сильногазированной водой. И подливаем ее в муку в несколько приемов. Чтобы избежать появления комочков. Вода обязательно должна быть с газом. Это важно. Так что открывать ее желательно в процессе приготовления теста. Заранее открытая вода без пузырьков здесь не подойдет. Дальше добавляем в тесто подсолнечное масло. И размешиваем до однородного состояния. Сразу же переходим к выпеканию блинов. Хорошо разогреваем сковороду. Слегка смазываем ее подсолнечным маслом. Выливаем порцию теста. И быстро распределяем его по всей сковороде. Жарим блинчики на сильном огне. Иначе обилие дырочек не получится. И еще один важный момент. Сковороду смазываем маслом перед каждым блином. Это тоже способствует появлению дополнительных дырочек. Тесто в миске каждый раз мешаем. Готовые блинчики складываем стопочкой друг на друга. При этом смазывать их ничем не нужно. Чтобы блинчики в итоге получились мягкими и эластичными, после выпекания накрываем их крышкой. Вот и все. Нежные ажурные блинчики на минеральной воде готовы. Приятного аппетита! Третий рецепт. Тонкие блины на молоке. В них можно завернуть любую начинку. Или просто подать с вареньем, медом и сметаной. Разбиваем в миску яйцо. Добавляем сахар. Соль. Воду. И хорошо размешиваем до однородного состояния. Подсыпаем немного муки. Размешиваем. Вливаем где-то треть молока. Затем опять подсыпаем немного муки. Размешиваем, чтобы не было комочков. И так будем продолжать процедуру, пока не закончится мука и молоко. В конце замешивания теста вливаем в подсолнечное масло. И тоже хорошо размешиваем. Разогреваем сковороду. Вливаем в нее немножко подсолнечного масла. Распределяем по всей сковороде. Сковороду я смазываю только первый раз. Все следующие блины я жарю, не смазывая сковороду ничем. И теперь наливаем порцию теста. Вливаем и быстренько распределяем по всей плоскости, вращая сковороду из стороны в сторону. Выпекаем блинчик пару минут с одной стороны, пока подрумянится немножко. Потом переворачиваем и жарим еще несколько минут с другой стороны. Готовый блинчик перекладываем на тарелку. И пока он горячий, смазываем сливочным маслом. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Блинчики складываем друг на друга стопочкой. Если вдруг набрали мало теста и не хватает на всю плоскость сковородки, чтобы покрыло, можно немножко долить в недостающих местах. И готовый блинчик будет целеньким и красивым. Вот и все. Тонкие блинчики на молоке готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Четвертый рецепт. Заварные блинчики на кефире. Множество имеющихся дырочек придает таким блинам красивый аппетитный вид. Разбиваем в миску яйца. Добавляем соль, сахар, ванильный сахар. И хорошо перемешиваем. Вливаем кефир. Еще раз перемешиваем. И начинаем добавлять муку. Подсыпаем ее небольшими порциями в несколько приемов, одновременно просеивая через сито. Размешиваем до получения однородной массы без комочков. И даем тесту отдохнуть 10 минут. Затем вливаем небольшими порциями 250 мл крутого кипятка. При этом массу все время непрерывно и быстро мешаем. Добавляем соду. Хорошо перемешиваем. И смотрим консистенцию. При необходимости доливаем еще немного кипятка. Я добавила 50 мл. Дальше вливаем подсолнечное масло. И размешиваем до однородности массы. На этом приготовление теста закончено. Переходим к выпеканию. Хорошо разогреваем сковороду. Смазываем ее немного подсолнечным маслом. И наливаем порцию теста, равномерно распределяя его тонким слоем по всей поверхности. Важный момент. Жарим блинчики на сильном, практически максимальном огне. Иначе дырочки не получатся. Или их будет крайне мало. Каждый готовый блин сразу смазываем сливочным маслом, пока он еще теплый. И выкладываем стопочкой друг на друга. Сковороду смазываем только один раз, перед первым блинчиком. Больше не нужно. Вот и все. Нежные ажурные блинчики готовы. Приятного чаепития. И последний, пятый рецепт. Нежные блинчики на сыворотке. Как говорится, дешево и сердито. Разбиваем в миску 3 яйца. Добавляем 3 столовых ложки сахара. Пол чайной ложки соли. Взбиваем до однородного состояния. Просеиваем 2 стакана муки. Перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку соды. И подливаем небольшими порциями 1 литр теплой сыворотки. Размешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем 3 столовых ложки подсолнечного масла. И даем тесту настояться примерно полчаса. Затем разогреваем сковороду. Смазываем ее перед первым блином подсолнечным маслом. Наливаем порцию теста. Распределяем его по всей плоскости. И выпекаем блинчики на сильном огне по несколько минут с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блины смазываем сливочным маслом и складываем друг на друга. Из указанного количества продуктов получается около 30 блинов диаметром 24 см. Вот и все. Тонкие, нежные и очень вкусные блинчики готовы. Приятного аппетита! Поздравляю всех с масленицей! Если вам понравились рецепты, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.